Здравствуйте. Владимир Путин вчера провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам ядерного сдерживания. И на этом заседании обсуждался такой документ, как «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Да, это не ядерная доктрина, его называют немножко ошибочно. Но суть в другом. Удивительная вещь. Путин затронул в очередной раз тему ядерного оружия, его применения и при этом сделал ряд громких заявлений о снижении порога допустимости нанесения ядерного удара. Причем примечательно то, что еще совсем недавно на Санкт-Петербургском экономическом форуме данный вопрос поднимал один из российских идеологов господин Караганов, на что Путин тогда заявил, что необходимости такой нет. Но якобы документ живой и будем думать. Почему так? И почему вдруг сегодня, как говорится, подумав, Путин передумал? Извините за тавтологию. Вопрос не только в том, что он сказал, но в том, когда он сказал и как он сказал. Потому что, как правило, документы такого характера, они готовятся в тишине. Потом появляется публикация уже открытой части и после этого появляются какие-то комментарии. Сейчас мы имеем, что есть проект вот этих вот самых основ, то есть это еще не утвержденный проект, который Путин прокомментировал сразу. И полного текста пока что нет. И второе, на что на себя обращают внимание, что такие документы, по крайней мере, открытая часть, рано или поздно публикуются. Где содержится информация как о характере угроз, так и о характере реакции на эти угрозы. То есть, условно говоря, если это, допустим, там вторжение, то какая может быть реакция до какой ступени? То есть, ну, надо ли запускать весь ядерный арсенал и по всем странам МИД? Если совсем просто говорить. В данном случае мы имеем очень интересную деталь. Есть общие слова о том, что снижается порог допустимость применения ядерного оружия, но нет ни слова о механизмах, то есть об инструментарии. Какая часть ядерной отряды будет использована? Тактическая либо стратегическая и так далее. То есть, вот по этому полный молча. Соответственно, возникает вопрос. Извините, а если нет такой конкретики, что происходит? Происходит то, что часть получателей информации, это как обычные граждане ряда государств, так и ряд политиков, они домысливают сами. Ну, люди, как правило, думают в негативной конве, особенно если ты занимаешься политикой, вопросом безопасности, то есть исходишь из худшего. То есть, естественно, думают худшего. И вот тут мы подходим... И соответствующая реакция. И тут мы подходим к тому, так а что это было? Я более чем уверен, что это информационная операция в первую очередь. Что это информационный посыл, который имеет ряд целей и целевых групп. Тем более, как и любой информационный посыл, он должен иметь правильную не только форму, но еще и время применения, время, так сказать, заброса. И вот тут давайте подумаем, что изменилось с Санкт-Петербургской экономической формой, извините, это июнь месяц 2024 года, до сегодняшнего дня. Я сел так и на досуге подсчитал, в принципе, шесть ключевых вот таких факторов. Ну, давайте начнем с первого. Атака вооруженной силы Украины на Курскую область. Ну, это то, что мало того, что атаковали, мало того, что захватили, так и спешно собранный ударный кулак Российской Федерации не может по состоянию на сегодня выдавить вооруженные силы Украины с территории Российской Федерации в границах 1991 года. И ряд подконтрольных даже Кремлю вот абсолютно таких пораженных пропагандистских ресурсов начинают уже всерьез обсудить, а идет ли СВО по плану. Вот то, что они называют СВО. Ну, давайте вспомним Соловьева. В то же время, параллельно с этим, атаки на фронте, попытки нейтрализовать провал в Курской области через быстрый успех в Донецке. Тем более, что там, да, там украинский фронт начал достаточно быстро пятиться. Но ни одного крупного, более-менее города, ни одного райцентра Россия занять за это время так и не смогла. То есть демонстрация истории победы тоже какая-то, ну, проблемка получается. Следующее. Последние два месяца удары вооруженных сил Украины, ну, и там и службы безопасности, ГУР, по тыловым районам Российской Федерации. Тут и воздушные тревоги в Москве, и удары под Мурманском. Но самое главное, что поражаются достаточно чувствительные и большие объекты. То есть те же самые склады боеприпасов, те же самые большие нефтяные базы. Это то, что скрыть достаточно сложно. Ну, когда у тебя нефтебаза горит 7 дней, извините, ну, это вечный огонь, это не падение обломков. Либо когда у тебя 4 дня срывается один из крупнейших и самых защищенных складов. Вот, то есть, соответственно, это все, все это вместе, оно несколько, ну, как бы сказать, триггерит население. Вот, то есть, ну, возникает вопрос, окей, а все ли у нас идет, как хорошо. И на этом фоне начинается передача Украине авиации, тоже напомню, что это этим летом произошло. И последняя неделя активизируются дискуссии о целесообразности разрешить Украине бить западным дальнобойным оружием по тыловым районам Российской Федерации. Речь идет, в первую очередь, о ракетах. Все это, естественно, это внешнеполитический вызов и внутриполитический. И еще один процесс, это последние две недели, дискуссии о форматах и возможностях завершения войны в Украине. То есть, тут, с одной стороны, есть, в том числе, неприятные для Кивы заявления ряда европейских политиков. Тоже самый президент Чехии. Есть заявления ряда американских политиков. Параллельно с этим активизировался снова Китайская Народная Республика и Бразилия с предложением своего плана. Но президент Зеленский, заявивший, что у него есть свой план, ну, фактически, который предполагает увеличение объемов помощи и большее давление Российской Федерации, в том числе, в ближайшие месяцы, военное, едет формально на Генассамблею ООН, ну, реально, чтобы встретиться сразу с несколькими западными лидерами, которые эту помощь могут оказывать. Ну, и, наконец-таки, еще один фактор, который напрямую не связан с войной, это активная политика Китайской Народной Республики по усилению своего присутствия в регионах, которые до недавнего Кремль считал, ну, абсолютно своим. Тут я имею в виду и Кавказ, тут и Центральная Азия, да и даже Беларусь. Давайте вспомним нового посла, достаточно интересного, который имеет опыт работы в Узбекистане, как раз тот момент, когда Узбекистан, ну, успешно отскакивал от Российской Федерации. Таким образом, есть, вот за последние два месяца накопилось, ну, как минимум, шесть вот таких вот процессов, которые, точнее, они совпали, шесть процессов, на которые как-то надо реагировать. И заявление Путина о применении ядерного оружия, точнее, об изменении системы и схемы его применения, это, скорее, вот такая политическая публичная реакция, то есть такой вот брос, определенный посыл, где есть сразу несколько целевых групп, это и население, но в том числе и политики, потому что у каждой информационной операции есть целевые группы, цели и задачи. Ну, и тут я бы выделил, вот, как говоря, у населения политика четыре составляющие. Давайте пройдемся по каждой из них. Первая составляющая – это реальность современной России. Итак, считаю, утрата части Курской области, неспособность выбить, отсутствие успехов на фронте, то есть ни одного райцентра за 2024 год вообще, в принципе, Россия в Украине не заняла, несмотря на достаточно большую концентрацию сил для прорыва фронта. Удары по тыловым районам, ну, как бы там ни было, но да, это сейчас не только Белгородь, и только Курск, то есть взрывается достаточно далеко, и взрывается масштабно, горит ярко. И вот особенно, если мы говорим о Курске и провал, можно уже говорить, что провал быстро выдавить не получилось, это несколько триггерит население Российской Федерации, потому что вот российская, а нас-то за что? То есть, ну, они явно не думали, что кто-то, в принципе, решили, ну, давайте просто займем часть территории государства, которую называют себя супердержавой, ну, там еще развернем военные комбинатуры и так далее и тому подобное. То есть это уже триггерит. Соответственно, это ставит под вопрос, помноженное на обстрелы, на взрывы, нефтебаз, хранилищ боеприпасов и так далее, ставит под вопрос эффективность работы военного руководства. А может ли оно защитить территорию России, вот в границе 1991 года? И это же требует, ну, определенной реакции со стороны Кремля. То есть, тем более, что, давайте вспомним, сколько раз были вот проведены так называемые красные линии, вот то нельзя там бить по территории Крыма, то, не дай бог, что-нибудь с Керчевским мостом, ну и так далее и тому подобное. Но каждый раз эти красные линии, они куда-то уходили. И вот сейчас получается такая ситуация, что как-то ответить надо, то есть теоретически, в том числе, ну, определенной милитаризации политики. Но, с другой стороны, милитаризация политики, она предполагает в том числе увеличение численности вооруженной силы Российской Федерации, что Путин уже сделал своим указом. Но увеличение списочной численности – это одно. А есть еще одна вещь, которая реально пугает россиян, если смотреть по социологии, это мобилизация образца 22-го года. То есть, и она тоже маячит. И вот на этом фоне фактически заявление Путина о ядерном оружии, оно призвано неким образом успокоить общественное мнение. Потому что тут он не зря упомянул беспилотники и так далее и тому подобное. Ну, извините, в ответ на атаку дрона пытаться ударить ядерной бомбой, но это, мягко говоря, неадекватно. А дроны просто сбивают. Но для среднестатического россиянина создается картинка, что якобы раньше не было такой нормативной базы. Вот сейчас мы изменим, все будет, и мы сможем ответить. Но на определенное время это снизит градус напряжения, либо градус неудовольствия и остроту неудобных вопросов. Что будет дальше, посмотрим. Поэтому первый вот такой блок – это исключительно внутрироссийские гейсы, исключительно внутрироссийская история. Вторая история – это дальнобойное оружие для Украины. То есть давайте вспомним, что последние, как видим, две недели активно обсуждается вопрос, можно ли Украине передавать ракеты, управляемые авиабомбой с дальностью поражения, но особенно ракеты, больше 300 километров, и разрешать бить этим оружием по тыловым районам Российской Федерации. В Киеве, честно говоря, ожидают такого разрешения уже достаточно давно. Но разговоры активизировались в последние недели, но и одна из целей визита Зеленского в США – это как раз-таки получить такое разрешение. Но у подобного политического решения есть свои противники. Ну, среди достаточно влиятельных политиков США, стран Европейского Союза. Потому что конец 1923-1924 год, как раз-таки вот такая полупатовая, ну, либо патовая ситуация на фронте, какая создавалась, она заставила думать о вариантах прекращения огня. Даже по линии соприкосновения, и потом пытаться перевести все в политический трек. То есть фактически некий аналог минского процесса. И вот с этим решением на фоне снова-таки вот такой ситуации на фронте, у ряда европейских и американских политиков вместо вопроса, сможет ли это помочь Украине изменить ситуацию, возникает вопрос, а не затянет ли это войну еще больше. Тем более, что российская пропаганда этому активно подыгрывает. И с другой стороны, Украина все-таки устала немножко ждать. И давайте вспомним, что еще раз, лето 1924 года – это период, когда Украина демонстрирует, способна наносить удары по тыловым районам своим собственным оружием. Но, тем не менее, тут как раз-таки вопрос ключевой, в таком случае не в американских или британских ракетах, а вот в этом вопросе, а не затянет ли это войну. Еще раз, потому что такой вопрос очень выгоден российской пропаганде. И, соответственно, делается заявление Путина. Сейчас я его найду и прочитаю, что агрессию против России со стороны любого неядерного государства с участием либо при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как совместное нападение на Российскую Федерацию. Вот как раз-таки говоря о целевой группе, либо целевой аудитории – это политики Соединенных Штатов Америки, Франции и Великобритании. Потому что Путин не столько угрожает по иной этим странам, он угрожает просто используя ядерные дубинки, в том числе в случае негативного хода так называемой СВО. Это такая себе подстраховочка от поражений. Потому что, как бы там ни было, но поддержка других государств есть. Для своего населения всегда можно сказать, что не Россия атаковала Украину, а Украина атаковала Россию. Ну, в принципе, учитывая масштаб пропаганды, поверят. Поэтому это просто такой себе посыл, что, ребята, ну давайте как-нибудь это заканчивать, в том числе на наших условиях. Таким образом, речь идет о банальном шантаже, то есть повторении ядерного шантажа, извините, пожалуйста, 22-го года и начала 23-го, но уже в новом исполнении, уже с неким дополнением либо подтверждением в виде нормативных актов, возможно. Следующий сигнал – это сигнал на востоке и на запад. В том числе, в первую очередь, он касается размытия российской зоны влияния. Потому что, да, Россия, она себя считает супердержавой, но давайте вспомним. То есть экономическая Россия давно уже не супердержава, политически, ну как бы так, тоже в военном отношении, ну до 22-го года верили, что так оно есть, сейчас уже нет. Ну и, наконец-таки, с точки зрения внешнеполитического влияния и зоны своих интересов, ну, вот эта вот зона того, что в Кремле считают периферией, последние годы тоже активно расползается. Давайте посмотрим. Даже простой пример. ОДКБ, ну, фактически, это структура, которая создавалась как некая антината, ну, де-факто, но сегодня одной ногой в могиле. Причем с участием некоторых стран-членов ОДКБ, ну, активно эту могилку, как говорится, с одной стороны углубляют, чтобы закопаться побольше. И с другой стороны, государство Африки и государство Балканского региона, они еще других партнеров. Это вопросы и государства Запада, и Турции, и КНР. Тогда же Беларусь такой процесс пошел. И вот на этом моменте снова-таки приведу две цитаты Путина, которые не касаются как раз таки механизма применения, а которые касаются общеполитической ситуации. Мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. И вторая цитата. В проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. То есть, раньше, на минуточку, ядерное сдерживание проходило в отношении государств Запада. Сейчас к отношению кого в таком случае будет. То есть, мы получаем сигнал и на Запад, и на Восток, что, господа, Россия будет пытаться, в том числе ядерным шантажом, сохранить свою зону влияния, либо свое влияние на отдельное государство. И отдельный пункт насчет Беларуси, он просто служит такой себе расшифровкой, как это будет происходить. Ну и вот, если мы говорим о Беларуси, то, в первую очередь, это посыл скорее не в европейский столице, либо Вашингтон, а скорее в Пекин. Ну и, наконец-таки, последнее приглашение к разговору. То есть, все это Путин наговорил, ядерный шантаж. Он весь напрямую не касается Украины. Это попытка разрушить систему вот как раз-таки ядерного баланса, либо систему неприменения ядерного оружия, договоренностей между ядерными государствами. И фактически это приглашение этих государств, ключевых мировых держав, к какому-то разговору. И, извините, естественно, не касательно завершения войны в Украине. Для России выгодно вести разговор о трансформации миропорядков и сохранении за Россией какого-то уникального своего статуса, где украинский вопрос будет являться всего лишь частностью. Ну, якобы обсуждаем и Африку, и ядерное оружие, и экономическое сотрудничество, и Северный морской путь, и есть Украина, война в Украине. И в Москве рассчитывают, что в случае подобного обсуждения уступки по второстепенным направлениям для Кремля можно менять на уступки западных партнеров, например, по Украине. Поэтому, да, четвертое направление – это приглашение к диалогу. Вопрос просто в другом, что сейчас, пока Россия слабеет, этот процесс выгоден как Китаю, так и Соединенные в том, что это момент. И вполне возможно, что они могут просто взять паузу и посмотреть, что будет дальше. На этом у меня все. Видео понравилось? Лайкайте, расшаривайте, комментируйте. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте подпиской на Патреоне, спонсорством на Ютубе. Эти способы поддержки и развития канала, они стимулируют меня раз за разом возвращаться, делиться с вами своими рассуждениями. Традиционно не верьте ни одному моему слову. Каждый тезис надо проверять, перепроверять. Человек называется человеком разумным именно потому, что он может сам приходить к собственным выводам. И вы можете соглашаться, либо не соглашаться с любым спикером, будь то я, будь то другой. Но верить на слово так вот слепо, ну это не стоит. Можно ошибиться. Ну, в остальном, спасибо, что смотрели. Радости, счастья, удачи, мирного неба на голове. Всего наилучшего.